Я слышал рассказ одного человека о его отце. Его отец был верующим и отбывал тюремное заключение за отказ от присяги. Вместе с его отцом сидели в заключении еще 14 других мужчин. Власти не препятствовали им собираться для молитвы, общаться, но развязалась Вторая мировая война. И когда уже немецкий фронт зашел вглубь Украины, эти люди сидели в тюрьме в Донецке. И местное командование принимает решение, что делать с заключенными. Потому что если разбомбят лагерь или что-то произойдет, люди могут быть перебежчиками на сторону врага, а потом принято было решение ликвидировать людей, которые находятся в заключении. Начали с самых отъявленных преступников, их вывозили просто в лес, расстреливали, посыпали известью их лица, поливали водой, чтобы это все разъело тело, чтобы не опознали этих людей. И потом состав этот возвращался, поезда опять набивали вагоны людьми, опять увозили. И он говорит, мы понимали, что и наша очередь придет. Молились горячо, просили Бога, чтобы сохранил жизнь нашу и верность Богу. В очередной раз, и мы оказались в этом вагоне. Нас отвезли тоже глубоко в лес, и открыли этот вагон, и офицер сказал, выйти богомольцам. Все богомольцы, я знаю, что вы здесь, вы первые. И мы, говорит, все вышли. Нас было 15 человек. Он на всех построил вредок и сказал, что страна в беде, страна в войне, а вы не хотите помочь Родине. Я все-таки питаю надежду, что среди вас есть люди разумные. Если вы откажетесь от своих убеждений, просто возьмете оружие, как все другие люди будете защищать свою землю, то я пощажу вас. Вот вас я пощажу. В отличие от других. Но все молчали, никто не сдвинулся с места. Он тогда раздал лопаты и сказал, хорошо, ройте себе могилы. Мы все, говорит, рыли эти ямы. Он построил нас напротив ямы, каждого из нас, и сказал, последний раз я оставляю ровно две минуты. Если кто-то еще достаточно рассудительный и хочет сохранить себе жизнь, у вас такая возможность есть. И когда шло это время, он говорит, каждый перебирал свои мысли. Может быть так, может быть так, может я не буду там стрелять. Ну, короче, каждый хотел жить, это понятно. И вдруг этот человек говорит, я увидел, как один из наших братьев сделал шаг вперед. Второй, третий, пятый, седьмой. Он говорит, десять человек сделали шаг вперед. То есть они приняли предложение офицера. Он их поздравил, сказал, я не сомневался, что есть среди вас разумные люди. Но я тоже не глупый. Вы думаете, что вы будете, по воробьям стрелять? Нет. Вот перед вами ваши враги. Вот вы были братьями, а сейчас это ваши враги. И враги нашей Родины. Поэтому задание номер один, расстрелять этих людей. И сделайте это вы. Тогда вы докажете, что вы действительно не кривите душой. И он каждому из этих людей раздал винтовку, поставил нас напротив, их поставил напротив нас, и приказал выстрелить. Не верилось, что это может произойти. Мы сейчас вместе молились. Мы ямы рыли, мы вместе Богу молились. Не может этого быть. Но эти люди выстрелили. Но офицер еще дальше думал. И он зарядил эти винтовки холостыми патронами. Выстрел прозвучал, но никто из нас не упал. И офицер сказал, видите, кто вы такие? Вы люди неверные. Вы не нужны теперь ни Богу, ни дьяволу. Вы не нужны ни вашей церкви, ни нашей Родине. Мы вам не верим. Расстрелять их всех. И этих десятерых человек расстреляли. И этот человек говорит, и мы зарывали их тела. А нас кого-то вернули в лагерь другой, кого-то списали по состоянию здоровья. Но эти пять человек остались в живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова